Сейчас мы посмотрим, что творится на канале. 19 700 подписчиков, творческая студия. Так, создать комментарии и начнем с вами взаимодействовать. Я опускаюсь, откуда начал. Так, благодарим за советы. Насчет легендарного Мерседеса, спрашивает Егор Баранников. Это короткая версия. Да, просто-напросто я в свое время, это ж летом было, подъехал со своими делами там разбираться. Мастер Армен работает по электронике. Головатый человек. И вижу, стоит Мерседес. Я заинтересовался. Поговорили с хозяином. И все. Больше ничего не будет. Так, почему не голодаю? Вот Александр Колеснюк спрашивает. Да-да, рассказывайте сказки. После голодания не хочется чрезмерно поесть. Как раз, наоборот, может не заметили противоположного эффекта. После голодания нападает такой жор, что мама не горюет. С точки зрения физиологии такая реакция организма естественная. У животных после земли спячки. Например, у людей тоже аппетит повыше. Читал об этом. А ведь природа не глупа. Раз так через инстинкт действует на организм животных. Что касается голодания. Я должен сказать следующее. Голодание, как правило, превозбуждает жизненный принцип ветра. То есть масса тела, естественно, уменьшается. И почему жор нападает? Хочется ее восстановить. То есть у каждого человека, как бы сказать, золотой стандарт его. То есть как бы он не разъедался. Если он потом бросит. Он может набрать килограмм 10-20. Потом только хоп, скатится до своего собственного уровня. То же самое сбросив вес 5-10-15 килограммов. Через некоторое время организм быстро восстановит то, что надо. Это говорит о том, что у нас есть индивидуальная конституция. И особенности этой индивидуальной конституции надо уважать. Поэтому каких-то чрезмерных вещей нарочно раскачаться с массой большой быть. Это уже идут затраты на тренировки, на питание. И как только вы вот буквально бросили этим делом заниматься или как-то уменьшили нагрузку. Все возвращается. То есть вся ваша масса ушла. Посмотрите на звезд бодибилдинга. Что с ними стало? Они превратились в обыкновенных людей. Смотришь на них и даже не подозреваешь, что вот они когда-то имели массу килограмм на 50 больше. Причем такую массу только чистых мышц. То же самое насчет сбрасывания. Вот будет это своего рода напряжение для организма. Причем напряжение не просто на физиологию. Это напряжение практически по всем параметрам. Поэтому надо очень-очень уважать свою индивидуальную конституцию. И не делать каких-то манипуляций. То есть вот эти вот занятия наши должны быть в каких-то рамках. Ну, чуточек там придерживайся. А, и нормальненько. И мы должны выглядеть красиво в пределах своей собственной индивидуальной конституции. Это раз. Теперь, что касается жора. Значит, насчет жора я сказал, почему нападает. Потому что действительно организм стремится восстановить то состояние, в котором он задуман. И в котором он себя лучше всего чувствует. Кстати себя. Человек лучше себя чувствует именно вот в этом там весе. После голода все-таки, все-таки. Смотрите, что там получается еще. После голода иногда, да не иногда, а часто бывает так, что человек начинает вот это вот есть, 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 есть. И получается так, что он перегружает свои органы пищеварения. Особенно на первых стадиях. Вот хочется есть, а переварить это вы не сможете. Ну, мне много раз бывало, что я вот так вот поступал. Я ел, и у меня просто-напросто потом пища выходила, знаете, не переваренная. Она просто оформленная в массу колбасообразную. Раз, там особенно овощи вот эти вылетали. Здесь важно не затушить пищеварительный огонь. Если человек там голодал неделю, две, там три, то особенно там когда три, четыре, вот этот вот пищеварительный огонь, возможности пищеварения, они начинают потихонечку с клеточного уровня возвращаться на уровень желудочно-кишечный. Вот, и это процесс, который имеет продолжительность. Его надо выдержать. А если сразу же отголодали три недели, а за три дня так нагрузились, или даже там через неделю нагрузились, думаете, а да всё, я вышел. Нет, ещё мощность не вошла. И всё, и начинает плохо. Просто-напросто может всё остановиться у вас в пищеварении, и получить там, будем говорить, даже какое-то расстройство. Вот, что я имел в виду. Ну и в зависимости, смотрите, от какого. Вот, опять-таки, голоданию, голоданию разница. Нету двух одинаковых голоданий. Вот нету, потому что вы меняетесь, вы меняетесь с каждым буквально таким мгновением жизни. Вы уже другой, 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 другой. А тут вы, допустим, раз в неделю голодаете, вы уже за неделю изменились. Иногда бывает не хочется есть, иногда бывает хочется есть. Это тут уже зависит от, будем говорить, биоритмологических факторов. В какой биоритм вы попали, не попали. Всё это естественно и понятно. И вот однозначно толковать, я сейчас не могу так вот как-то однозначно толковать там. Что всякое бывало, хочется поесть, не хочется поесть. Многие заметили противоположный эффект. После голодания нападает такой жор, что мама, не горюй. Так вот, как раз вот этот жор и надо сдержать. Не надо набрасывать. Потому что после голодания, смотрите, вообще-то очень хороший этот такой вопрос и комментарий. Если после голодания нападает у вас жор, это говорит о том, что вы неправильно настроились на сам процесс голодания. У нас существует, помимо вот нашего сознания, которое говорит, я хочу. У нас существует система жизнеобеспечения, которая, если какие-то идут по жизни изменения, она начинает, будем говорить, ага, человек там голодает, она начинает настраиваться на то, чтобы больше съесть перед голоданием, дальше больше съесть после голодания. Она как бы заранее старается предвидеть, что с вами произойдёт и к этому подготовиться. Но если вы чётко себе создадите установку, что вы голодаете для того-то, 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 это временное состояние для достижения эффекта, который вы хотите получить. А дальше вы опять перейдёте к питанию, то наша физиология, наше тело не будет пугаться и отвечать на ваше голодание, либо едой перед голоданием, как бы сказать, набраться с запасом, и жором после голодания. Вот это вот разные вещи, я много вам толкую о настройке сознания. Как только оно настроится, но для этого, смотрите, для того, чтобы самостоятельно вот это вот, дойти до всего этого, о чём я сейчас вам говорю, в книгах обычно этого не пишут. Надо настроиться, надо узнать свой организм, на это уйдёт у вас там примерно год-два, понять, как организм реагирует, что-чё, успокоить его, и тогда будет всё нормально с голоданием. Если вы этого не понимаете, ага, я голодаю для того-то, для того-то, того-то, и не понимаете вот этих вот процессов, которые начинают идти у вас психологии, физиологии, то вот такие вот вещи и будут идти. Так что, Александр Колесник, благодарю за то, что вы тут подчеркнули. Опять Александр Колесник, это на видео, что больше всего влияет на здоровье и продолжительность жизни. Так, значит, вот он говорит, другие питаются как попало, и образ жизни ведут неправильный, но живут. Это называется генетически одарёнными людьми. Вот это, вы знаете, сразу хочу вам сказать, постарайтесь рассуждать своей головой. Вот что-то там сказали, знаете, вот это там, допустим, от нервов, весь народ говорит от нервов. Это там психосоматика, это там психосоматика. Ну, разбирайтесь вы сами, генетически там одарённые люди, а можно сказать, одарённые за счёт чего? Генетически, вот так просто сказать, генетически одарённые люди, это говорит ни о чём. Ни о чём, вы мне тогда разложите по полочкам, в чём это заключается. Вспомните, например, Чечеля. Тот и курил, и бухал, и лишний вес, и жрал, что хотел, и прожил более 90 лет. А у него индивидуальная конституция была. Вот как раз такая, которая, индивидуальная конституция, которая, конституция слизи, которая уже способствует тому, что... Ладно, я сейчас прочитаю ещё там, он как раз сказал. Вот, и с другой стороны, Крамеров, он был помешан на здоровье, но генетика его была хреновая от рака. Умер ли его бабушка, мать, сёстры, и он сам в конечном итоге тоже умер от того же рака. Обращал ли кто внимание, что врачи, когда вы к ним пришли с какой-то болезнью, постоянно интересуются, болели ли родственники, родители этой болезнью. Очень многое зависит от наследственного багажа. Если наследственность плохая, ничего не поможет радикально изменить ситуацию. Хоть ты тресни, болячки, это будет висеть, да моклым мечом всю жизнь. Не 100%, что заболеешь, конечно, но фактор риска будет пожизненный. Вот смотрите, вот если чисто брать индивидуальную конституцию человека, она зависит от, согласно восточной медицины, от трёх факторов индивидуальной конституции. Это от объёма, занимаемого телом, причём это не просто объём, занимаемым телом, а энергия, которая сможет поддерживать этот объём в стабильном состоянии. Эти все параметры, а именно поддерживать объём в стабильном состоянии, то есть мою фигуру в стабильном состоянии у каждого человека свой. Далее, что в этом объёме совершается? В этом объёме совершается движение. Это движение может, с одной стороны, быть слишком быстрым, и если оно слишком быстро, оно пересушивает организм, как на ветру бельё сохнет. Плюс в этом же объёме есть такой показатель, как температура. То есть жизненные принципы слизи, желчи, ветра. И если они сбалансированы, либо же, будем говорить, вот несколько там увеличены, несколько увеличены, это способствует тому, что больший организм, он не так быстро исчерпает свои ресурсы. Что такое старость? Это прогрессивная потеря следующих вещей. А именно, организм высыхает, организм теряет воду. Мы родились, у нас количество воды в организме там было 80 примерно у новорожденного, если не больше. Под старость у нас там где-то 60. Далее мы теряем теплоту прогрессивно. Старики начинают замерзать. И, наконец-таки, мы теряем объём. Сначала мы были такие все, знаете, надутые, туров, ткани всё это у нас. А потом начинается вот это провисание, вот это вот, то есть изменение в объёме. Так вот, если взять Черчилля, видели, какой у него объём? У него такой хороший объём, то есть его индивидуальная конституция была совершенно другая. У Крамерова он был маленьким человеком, ну, относительно, он меньше, в два раза Черчилля был. Вот. То есть чисто по этим параметрам, такая даже пословица существует, пока толстый сохнет, худой сдохнет. Это так, чисто житейское наблюдение. Чисто по этим параметрам, значит, вот человек может дольше прожить. Это так, чисто вот. Маленький человек, большой человек. Но, естественно, есть и исключение. Важно, важно где-то иметь вот сбалансированное. Чтоб всё это было, все эти жизненные принципы сбалансированы и далее. Потом, вот смотрите, от рака болел, от этого болел, тра-та-та-та-та-та-та. Это уже что-то идёт по роду. То есть у человека по роду идёт нечто такое, что передаётся из одного поколения в другое. Это очень интересная вещь, о которой наши предки знали. Что вот что-то идёт по роду, я не хочу сказать, там, типа проклятие, но какая-то вот червоточина идёт по роду. И она, естественно, вот так как-то там косит. То есть это вообще какая-то другая область знания, которую лучше мы сейчас не будем там углубляться, что-то там рассуждать. Мы просто скажем, что это есть. И это действительно есть. И, наконец-таки, опять, от чего зависит здоровье. Как я сказал, здоровье, я лично считаю, больше зависит от вашего умственного настроя. Я не зря говорю, что есть такое понятие, как справедливость. То есть всё справедливо. Уже человек не волнуется по этому параметру. Справедливо. Справедливость рождает спокойствие. Спокойствие рождает силу. Сила рождает красоту. И всё это вместе богатство. Именно с уровня психологии, с работы нашего сознания, начинается разрушение организма. Одно дело устойчивая психика, гармоничная психика, адекватно реагирующая на внешние различные события. И другое дело, психика, которая вот так вот там на них реагирует, скачет, и за ней, естественно, начинают скакать физиологические процессы, вот так вот так вот меняться, и она разрушается. У Черчилля, насколько я так могу судить, вот эти вот процессы, несмотря на то, что, смотрите, человек выдержал, он же там был избран, потом там его там сняли, потом его опять там избрали, например, министра. У него была устойчивая психика. Это самое важное. И даже такие, как там коньячок, сигареты и прочее, на него не повлияли. И взять Краморова. События в Советском Союзе, начали его там гнобить, не давать сниматься, потом опять-таки в Америке надо как-то устроиться, вот так, что, что, как, куда там делать. Тоже все это сказалось на нем. Поэтому если психика неустойчивая, то все это оздоровление разрушается. Оно просто разрушается изнутри. Я так считаю. То есть, вот я ответил вот так вот на надельное замечание Александра Колесника. Ага, вот теперь он еще пишет дальше. Сейчас уже в детстве можно сделать генетический анализ. И будете знать болячки, которым вы предрасположены. Сейчас уже достаточно известно множество генов, ответственных за возникновение тех иных болезней. По наследству мы принимаем кучу болезней. Не возражаю. Ну, я думаю, что, знаете, как бы сказать, вот, как бы лучше сказать вот это вот. Вот ген. Для того, чтобы ген был изменен, надо какое-то действие. То есть, вот смотрите, я взял и на бумажке написал. Я на бумажке написал, нарисовал, написал. Это ген. Но кто писал? С каким настроением писал? А писал это я. То есть, гены, будем так говорить, если вот так вот разбираться. Они записывают те события, вернее, видоизменяются от тех событий, у которых у человека были. И, как правило, это нравственные события. Что с ними произошло? И это все запечатлевается на, будем говорить, уже на материальном, на генном уровне. И, естественно, с этим всем можно и нужно работать там своим собственным сознанием. Вообще, человек это, мы привыкли так вот там смотреть, что, что знаем. Ага, гены знаем. То мы знаем. Все мы знаем. И вроде сейчас мы что-то там сделаем. А что вызвало вот изменение эти гены? Почему они изменились? И, как бы сказать, несут вот эти вот, несут эти видоизмененные гены, как бы сказать, предрасположенность. Предрасположенность выльется в заболевание только тогда, когда повторится в жизни соответствующая ситуация, которая активирует этот ген. То есть человек отнесется к этой ситуации так, как ранее в других там жизнях был записан этот ген. И он просто его активирует. Опа! И пошло это заболевание. А если он его не активирует, он будет спать. А если он еще что-то сделает, а он может измениться, исчезнуть. Вы об этом подумали или не подумали? Или вот так вот, знаете, вот нам так и говорим, а вы только одобрям, одобрям, одобрям. Думайте своей головой. Ну, спасибо Александру за то, что он просто подбросил эту тему. Так, дальше. Лексус лучше. Ну, если есть желание, вы можете, конечно, походить по этим больницам. Посмотреть, что там вам скажут эти там гены. И хочу закончить. Значит, следующее. Если вы хотите, чтобы я ответил на ваш вопрос, сразу же скажу, лечением я не занимаюсь и не хочу тем делом заниматься, это такое, по ведению здорового образа жизни. То вы его пишите вот так вот в начало. Потому что, ну, допустим, на то видео вы написали его, а оно уже прошло. Оно там где-то внизу. И я его не вижу. Хотя вот когда, когда бывает, нажимаю там на что-то, на колокольчик, они как-то выскакивают. А потом куда-то они пропадают, где-то там искать, что там, вопрос, справка. И я их просто-напросто не вижу. Хотя вначале я видел, думал, отвечу, а потом они куда-то делятся. Теперь насчет сказок. Если бы я чего-то не прошел бы, то я бы об этом там и не говорил бы. Хотелись, знаете, такие, буду говорить, наглые люди, которые что-то где-то слышали и вот односторонне что-то там рассказывают, 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 рассказывают. Чтобы было это вот так и не иначе. Давайте так выложим этот видосик. Я думаю, он хороший. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!